привет в этом году я поведу о моих сборках в отхил манны чтобы фармить без банок и пробуждение скиллов и так про отжор mp 1 самый простой но не стопроцентный способ это камни медитации в пушку не стопроцентным потому что когда вы начинаете увеличивать урон мобы начинают умирать от 1 2 иксов что негативно сказывается в вашем отхиле mp при этом еще не желательно бить одиночную цель если скажем так скилл убивает ее его быстрее чем проходит иксы опять же вы очень много теряете в отхиле вашего mp 2 дорогой способ скажем так для знати и элиты это бальзам листового духа дорогой запаристы в плане ингредиентов и покупки его на аукционе его практически никогда нету а ингредиенты выкупаются ставками поэтому этот способ не подходит для нас 3 это использование скилов как ни странно и о третьем поподробнее при использовании скилов вы будете тратить время что плохо скажется на вашем заработке плане битья мобов также скиллы нуждаются в прокачке и сразу сходу вы не получите нужного эффекта поэтому начальный уровень с камнями и постепенный уход в скиллы будет наверное самым лучшим ну и либо комбинирование там камней и скилов одновременно также замечу что для хорошего отъедания mp вам потребуется использовать не пробужденную стойку именно первую стойку с обычным мечом из самых эффективных оптимальных и лучших на мой взгляд решений это скилл глубокий порез он наносит урон и неплохо восстанавливают mp я лично использую сочетание с основным скиллом из моего билда проникающей тьмой такая комбинация позволяет вам не получать урон и восстанавливать mp не получать уронов последствии того что вы разворачиваете мобов спиной к вам но не все мобы разворачиваются поэтому этим поаккуратнее также из первой стойки у нас есть избранник камасиль вы там или цветок павших который не входит в основной билд прокачки от меня и я бы хотел уточнить скилл имеют кд не позволяют вам восстанавливать mp в любой момент нужного времени то есть вы вот находитесь в пробуждении просели пмп быстренько перешли в непробужденную стойку восстановили mp глубоким порезом и опять перешли в пробужденку опять ею фармите при этом например цветок павший который я не советую при юзане должен юзаться когда вы находитесь практически в безопасности да он имеет эффект контроля но иногда вас контролят именно в момент его юза поэтому вы и скилл уводите в кд вы и манну не отхиливаете вы и по хп проседаете я также пытался использовать ухищрение в пробуждении скиллов на восстановление mp и за компанию хп и скажу что это работает не так как хотелось бы поэтому я бы откинул данные билды ввиду их неэффективность так сколь мы заговорили об восстановлении хп к слову я бы хотел посоветовать вам брать для восстановления хп алхимку да это в том случае если у вас мало веса и много банок выносить не можете да и вообще в плане отхила лучше взять химку и на мобах она будет намного профитнее поверьте затраты на химию в разы окупится скоростью отхила и фармом даже в той же самой пустыне заместо взятия воды и чая можно спокойно обходиться вестником и мародером но есть один способ но сразу скажу он затратный по очкам навыков и в полной мере раскрывает себя только в топовом комплектации это скилл пепельный ворон с пробуждением на восстановление 30 хп за удар довольно спорная вещь кастуется из безопаски но долго но он мне чем-то зацепил поэтому я его будут тестить и пробовать в разных ситуациях скажем так в абсолюте имеет 10 секунд хд чем обгоняет цветок павших который восстанавливает 40 очков хп за удар но все же скажу это для энтузиастов лучше использовать весенька либо мародера ну или на крайняк зверя то что юзы ну и коль мы славно перешли на пробуждение вот мой билд который я бы посоветовал вам в данный момент брать первое это наскок берем из-за скорости атаки использую этот скилл для бафа на 10 скорости атаки для сокращения дистанции как в пв так и в пве в общем стоим где-то далеко за или зафармили парик развернулись сделали обычный блин сделали наскок в парик получили 10 процентов скорости атаки удобно быстро быстро к дэшится практически постоянно висит на нас баф 2 баф я взял пвп урон но там вообще практически неважно что вы возьмете главное взять 10 скорости атаки второе колющий выпад сочетание с наскоком как всегда билд от меня то есть мы делаем наскок и делаем колющий выпад сам колющий выпад при ударе даже в воздух дает нам еще 10 скорости атаки которые являются основными скажем 10 скорости атаки получаемые от скиллов то есть от пробужденного бафа и от заюзывания зетки поэтому осторожнее вы не будете получать 10 скорости атаки за эвку если на вас висит баф с пробуды либо вы съели в зетку в себя но в комбинации с наскоком то есть когда у вас нету ни зетки не эшки выпрыгиваете наскоком делаете эвку еще бафаем себя на 20 крит урона для скиллов таких скиллов как сумеречный рывок и духа охотника который не имеет 100 процента крит в пробужденных скиллах и 20 урона по мобам что повышает наш урон фарме третий гнев вендира брался ради бафа на 30 урона по монстрам ну и взял 15 дефа потому что больше там выбрать так какого нету тоже берется для фарма в основном бахнули им под конец либо бахнули в начале уронили мобов очень сильно себя забафали и уже там раскатали остальными скиллами пробуждение и тут опять много урона по монстрам дождь клинков урон по монстрам с кровотечением стихийный взрыв урон по монстрам и псевдо отхилл 7 разрушения урон от яда и тоже псевдо отхилл поясню все это одной мыслью все что предоставлено в пробуждениях является неюзабельным я проверил и переконтроли которые срабатывают рандомные при этом еще не так как хотелось бы и не работают вообще я пробовал и отнимание маны в пвп я пробовал и дебафы я пробовал и криты и доты также юзал очень длительное время и пришел к выводу коль нам дают лимоны пора их использовать делаем сок принципиально отхилл в 3 хп это мертвому припарка с двух скиллов он даст нам всего 390 хп в вакууме что в поле даст еще меньше хп при учете что восстановление в минуту скажем так еще режется поскольку что же шифте имеет кд я не отказываюсь от бафов в виде пвп атаки или дебафов на скорость просто как показала практика при пвп сборке эффективность вырастает не очень сильно а вот при пвп сборке эффект очень виден но это лишь мое видение ситуации свои комплекты сборки можете расписывать в комментариях посмотрю попробую потэщу сейчас я лично хочу посмотреть пепельный ворон как он отхиливает себя и проявляет в разных ситуациях масс пвп пвп на 1 на 1 можно ли его использовать и при фарме мобов насколько сильно я смогу не зависеть от банок и насколько я сильно просяду по дропу ну а на этом я с вами прощаюсь и желаю удачной заточки и удачного дропа увидимся на просторах black desert онлайн пока пока